Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале «Экзегет». Спрашиваете вы, все ли достойны счастья? С точки зрения того, как Бог видит этот мир, да, все, абсолютно все. С точки зрения того, как мы видим этот мир, мало достойных, потому что много званых, как говорит Господь, но мало избранных, мало достойных счастья, потому что счастье, которое Бог предопределил для человека, очень сильно разнится от того счастья, какое видит для себя сам человек. Потому что, к великому сожалению, для большинства живущих на Земле людей, счастьем или под счастьем, ими подразумевается счастье временное, которое состоит из известных нам компонент здоровья, благосостояния, благополучия, чистого неба над головой, дружбы без предательства, брака без измены, детей здоровых, умных и так далее, и так далее. Вот. Это не совсем то счастье, которое видит для нас Бог. Потому что счастье, которое видит для нас Бог, это нам прийти в познание истины и сдать экзамен в конце жизни на будущую жизнь. Если на этом пути, тяжелом, евангельском пути, крестном пути нашей жизни встречаются, как я их называю, положительные побочные эффекты в виде человеческого счастья, то слава тебе, Господи. Но если мы посмотрим на иконостации наших храмов, то мы увидим там очень-очень мало людей изображенных, которые приняли и смогли понести вот такое простое человеческое счастье в своей жизни. Там в основном люди, которые как раз от этого счастья бежали, как от огня, устремляясь вслед за Христом. Так что для кого-то кусочек торта на день рождения является нормой, а для подвижника, который живет в пустыне сознательно, этот кусочек торта — это величайшее падение. Так что давайте сначала определимся с тем, что мы подразумеваем именно под счастьем, а потом уже решим, всякий ли человек достоин счастья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.